Приветствую, уважаемые натуралисты. С вами канал Zoo. Мы собираем большую видео энциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами, подписывайтесь и ставьте лайки, они помогают узнать о мире животных большему количеству людей. Знаете, кто из млекопитающих в мире самый маленький? Это крошечная бурозубка, которая вымахала аж на 4 сантиметра при весе в те же 3-4 грамма. А знаете, какое животное самое большое на планете Земля? Нет, это совсем не слон. А кит, вы ведь знаете, что киты – это тоже млекопитающее. Встречайте синего кита, он же голубой кит, или синий полосатик, или голубой полосатик, а у китобоев блювал. Морское млекопитающее из отряда китообразных, относящиеся к усатым китам рода полосатиков. Наш сегодняшний гость – настоящий чемпион книги рекордов Гиннесса. Он не просто самый большой кит, но и самое большое современное животное, а также, вероятно, крупнейшее из всех животных, когда-либо существовавших на Земле. Его длина достигает 33 метров, а масса может значительно превышать 150 тонн. Он в три раза больше самого крупного из динозавров, а весит как 2700 человек вместе взятые. Один язык синего кита весит больше, чем слон, а сердце у него размером с большой внедорожник, а желудок может вместить больше тонны еды. Кроме того, издаваемый голубым китом звук – самый громкий из всех, что вообще способно произвести живое существо. Его китовые собратья могут услышать его низкочастотный гул на расстоянии более чем 16 000 километров. Кожу кита можно было бы назвать совершенно гладкой, если бы не продольные полосы на животе, которых может быть около сотни. Собственно, именно поэтому он и полосатик выделяет всего три подвида синего кита – северный, южный и карликовый, которые, несмотря на название, лишь незначительно отличаются размером и телосложением. Иногда выделяется четвертый подвид – индийский синий кит, и, как вы понимаете, все они обитают во всем мировом океане. Ну а чтобы стать таким большим, надо очень много кушать, и для этого нужен очень большой рот. Но не тут-то было. При таких огромных размерах глотка синего кита по своему диаметру не превышает его пупок, примерно с блюдца, и чуть меньше его барабанной перепонки. А все потому, что восемь месяцев в году голубые киты почти ничего не едят. Зато в оставшееся время они наверстывают упущенное. Летом, когда много рыбы, синие киты питаются практически без остановки, поглощая по 3 тонны пищи в день. Синий кит – это типичный планктоед. В его рационе преобладают мелкие, не больше 6 см рачки, образующие массовые скопления. Так называемый криль – это лакомство очень легко проглатывается китом. Криль удобно сервируется прямо в пасть кита огромными косяками, каждая из которых может достигать 100 000 тонн и больше. Пасть голубого кита характеризуется наличием нескольких сотен пластин, формирующих китовый ус. Окрашены они в чисто черный цвет. Основной строительный материал этих усов – кератин. То есть китовые усы представляют собой своеобразные зубы. Верхние пластины выполняют роль цедильного аппарата, а на их конце располагается своеобразная бахрома. Эта бахрома и задерживает на себе основной корм синего кита – криль. Кстати, китовый ус пользовался в свое время огромным спросом у торговцев-галантерей, пока не изобрели пластмассу. Например, чтобы изготовить корсет для средневековой дамы, приходилось использовать около килограмма китового уса. При общении между сородичами синий кит издает довольно громкие звуки, при этом их частота составляет не больше 50 Гц. Хотя основные звуки распределяются в зоне инфразвука, составляющей частоту от 8 до 20 Гц. Ныряет голубой кит довольно глубоко, особенно если он сильно испуган или ранен. Данные, полученные китобоями с помощью специальных приборов, укрепленных на гарпуне, показали, что загарпуненный синий кит может погружаться до 540 метров. Наверное, именно поэтому жить синий кит предпочитает в гордом одиночестве, в отличие от других китообразных, которые довольно часто образуют стада. И только иногда синие киты образуют группы, состоящие из двух-трех гигантов. Но ничего человеческое не чуждо даже голубым китам, и любви эти морские гиганты тоже иногда хотят. Голубые киты моногамны и образуют очень долгосрочный союз. Самец всегда предпочитает находиться поблизости от своей подруги и всегда готов прийти на помощь в экстремальных ситуациях. Через каждую пару лет китиха вынашивает в течение 11 месяцев одного китенка. На протяжении 7 месяцев после появления на свет мать кормит его молоком, жирность которого составляет почти 50%. И за этот период малыша уже трудно назвать малышом, потому что длина его тела может составлять 16 метров при весе в 23 тонны. Паспорт голубые киты получают в пятилетнем возрасте, а по-настоящему взрослыми киты становятся к 15 годам. А вот сколько живут синие киты, великие умы ещё не придумали. Одни склонны к тому, чтобы называть цифры, начиная от 40 лет и заканчивая цифрой в 90 или чуть больше. А по некоторым данным, один голубой кит смог дожить до 110. С начала 20 века численность синего кита стала быстро снижаться в связи с бесконтрольным промыслом. Китобоев привлекал огромный размер туши. От одного синего кита можно было получить намного больше жира и мяса, чем от любого другого китообразного. К 60 годам прошлого века синий кит был практически истреблён и оказался на грани полного исчезновения. В 1963 году оставалось не больше 5000 особей. В настоящее время, несмотря на принятые меры охраны, синий кит по-прежнему очень редок. Общая численность голубых полосатиков не превышает 10 000 особей. Основную угрозу для блювалов представляет, конечно же, голый обезьян, который нарушает их привычный образ жизни, загрязняя моря и океаны. А медленное, естественное воспроизводство синих китов значительно препятствуют быстрому росту их популяции. А кстати, вы знали, что киты никогда не болеют раком? Знаете почему? Напишите в комментах. Становитесь спонсорами проекта всего за 99 рублей в месяц. Этим вы поможете популяризировать зоологию, что очень важно в современном мире. Также, обращаю ваше внимание на то, что у нас появились дизайнерские брендовые футболки от канала. Приобрести их можно по ссылкам в описании к видео. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Не забывайте ставить лайки, писать комментарии о том, какого бы животного Вы хотели бы увидеть в следующем видео. И делиться этим видео с друзьями, это очень помогает развитию нашего небольшого сообщества. Подписывайтесь на наши паблики по ссылкам в описании к видео, там много интересного. С вами был канал о животных Zoo. Мы собираем большую видео энциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами. До скорых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok